Всем добрый день! Как сделать грудь упругой, вернуть ей красоту? Ведь красивая и ухоженная кожа декольте является одной из составляющих привлекательности женщин. В домашних условиях сделать грудь упругой помогут простые маски, которые легко приготовить самостоятельно. Предлагаю вашему вниманию топ-3 маски для области груди и зоны декольте, которые помогут подтянуть бюст, справиться с морщинами, растяжками и другими неприятными дефектами. Итак, первая маска для упругости груди самая простая. Это овсяная маска. Овсянка прекрасный продукт, способствующий упругости кожи. Еще один ее большой плюс это мягкая консистенция, что очень важно для нежной кожи груди. Для приготовления маски потребуются 3 столовые ложки овсяных хлопьев и кипяток. Чтобы приготовить маску, возьмите 3 столовые ложки овсяных хлопьев и залейте их кипятком. Накройте емкость сверху полотенцем и дайте настояться минут 15-20. Можно даже запарить овсянку в термосе, если есть желание. По истечении времени, когда овсянка набухнет, она будет полностью готова к использованию. 20 минут прошло. Вот что у нас получилось. Овсянка набухла. Она полностью готова к использованию. Если будет лишняя вода, не волнуйтесь, просто лишнюю воду можно слить. Овсянка больше чем нужно не возьмет. Получившуюся кашицу нанесите на грудь и зону декольте. Смывать маску нужно, когда вы почувствуете, что она начинает подсыхать. Смывать теплой водой. Обращаю ваше внимание, не горячей, не холодной, а теплой. Следующая маска творожная. Маски с творогом дают очень хорошие результаты. Для приготовления потребуется 2 столовые ложки творога и 1 столовую ложку льняного масла. Если нет льняного масла, можно взять масло кокосовое, можно взять оливковое, но лучше все же льняное масло. Как приготовить маску? Сначала хорошо разминаем творог, чтобы не было комочков. Затем добавляем столовую ложку масла и тщательно все смешиваем. Вот так вот я тщательно растерла до однородности. Получилась вот такая вот творожная паста. Хочу сказать, что масло имеет немного такой своеобразный запах. И если вам не нравится, то по желанию вы можете добавить по несколько капель масло эфирное розмарина или лимона. Можно что-то одно добавить, можно и то и другое, но не переборщите. Двух-трех капель будет вполне достаточно. Полученную массу нанести на грудь и декольте осторожно, не растягивая кожу. Держать 20-25 минут, затем аккуратно снять маску бумажным полотенцем. А остатки смыть. Чтобы добиться максимального эффекта, берите свежий творог и лучше домашний. Третья маска медовая. Одним из самых известных народных средств, возвращающих к груди красоту и упругость, является мед. А такой домашний рецепт не только придаст упругость бюсту, но и насытит клетки дермы влагой, нормализует баланс питательных веществ и обеспечит сияющий внешний вид зоны декольте. Для приготовления потребуется 1 столовая ложка жидкого меда, 1 столовая ложка молока и 1 капсула аптечного витамина Е. Витамин Е, токоферол, называют витамином молодости и красоты. Он стимулирует процессы регенерации и обновления клеток. Препятствует старению кожи, разглаживает морщинки, дает эффект лифтинга. Если мед засахарился, растопите его. Можно поставить на водяную баню. Помните, что до кипения мед не доводим, так как он потеряет свои полезные свойства. Чтобы приготовить маску, смешиваем все ингредиенты. Мед, 1 столовая ложка молока и витамин Е. Все тщательно смешиваем. Вот нарудность. Все ингредиенты моментально смешались. Обратите внимание, маска получается жидкой консистенцией. Поэтому наносить ее лучше, конечно же, удобнее будет кистью. Наносить маску на грудь и зону декольте. Держать 15 минут. Затем смыть прохладной водой. После процедуры старайтесь не слишком интенсивно вытирать грудь. Достаточно несколько раз промокнуть ее мягким махровым полотенцем. Чтобы подтянуть грудь, сделать ее упругой, кожу гладкой и эластичной. Избавиться от морщин, чередуйте эти маски, делая их 1-2 раза в неделю. Курсами по 5 масок каждую. А чтобы увеличить эффективность масок, тщательно очищайте кожу перед их нанесением. И лучше это делать при помощи скраба, который тоже можно приготовить самостоятельно. А я вам желаю всего только самого доброго. Будьте здоровы, красивы. Делитесь своими впечатлениями, своим опытом, как вы ухаживаете за зоной декольте. Спасибо, что были со мной. Пока!